Привет, друзья! С вами братец Во, а также рядом с вами Палыч. И мы на вустошах сегодня переключаемся вместе с Мариной, Баги, Джекой Дрожей, Андреем Волковым и Сибирским Леменком. И остановились мы на том, что наши три машины выдвигаются в сторону червячного поселения и... Червьевого. Червьевого, да. Впереди мчится на полных парах Чоп, который почувствовал, что наживо его ждет совсем рядом. Вот-вот. Он так прикован к капоту, как в Мэд Мэксе, да? Типа того. Нет, у него на капоте гитарист. Он такой воображаемый гитарист с деньгами. Лучше баянист. Нет, у него бухгалтер там такой с рукавами со счетами. Тш-тш-тш. Деньги, деньги. Кстати, в игре Мэд Макс, которая вот недавно вышла... Я уже награл со всем. Помощник самого Мэд Максу очень мне Чопа напоминал. Ну, он совсем не деловой человек. Нет, он не деловой, но в плане именно вот подхалимства... И не убьешь никогда. Есть такое дело. Хорошо, значит, ваша машина... Да и урод какой-то. Машины мчатся в сторону поселения, где-то там на... Не знаю, на восток или на запад, не суть важна. С привязки все равно не было, топографии какой-то. Вот, и машины полные товаров и гулей. Ближе к обеду вы уже начинаете видеть, что по краям начинаются какие-то обработанные поля, также несколько вышек, на которых дежурят эти, видимо, черви, люди в белых одеждах. Они, в принципе, так, как вам и описывали их. Чоп им всем машет, они тоже ему поднимают руку. Видимо, и все нормально. Тот транспорт, который нужен. И уже совсем близко к обеду. Видите, впереди, вдалеке начинает отсверкивать от листов металла, из которых сделано гнездо, так называемое гнездо, где живут эти симбионты. Видите, поселение. Вы к нему все ближе и ближе. Вот уже совсем здесь обработанные поля, все зелено, везде орошение. Также ездят машины, на которых вооруженные автоматическим оружием люди в белом. Они все похожи на таких кришнаитов, какие были до войны, но вы таких не видели. Для вас люди новинка. Вы таких людей видели только на столе вскрытыми. А почему у тебя Леминга валяется рядом с мышью? Леминга забыли. Извиняюсь. Забыли Леминга. Вот, и еще где-то через пару минут вы останавливаетесь у входа. И навстречу вам выходит делегация из нескольких людей в белом. Чоп подходит к одному из них, жмет ему руку и подзывает вас подойти. Ну, подходит. Главный из червей, он такой, видно, что в прошлом был каким-то бандюгой, там даже в татуировках весь. А сейчас взгляд его абсолютно спокойный, на лице его играет такая отрешенная улыбка. Он говорит, мы рады приветствовать Чопа и его друзей. Сразу же должен спросить, есть ли среди вас те, которые хотят вступить в наши ряды? Отрицательный кивы. Подумаем. Присматриваемся. Это абсолютно добровольно, говорит он, мы вас не неволим. Мы скорее являемся спасением на пустошах и рады предоставить убежище всем тем, кто решит обрести себя в сотрудничестве с нами. Будьте нашими гостями, говорит он, заходите. Ешьте, пейте. Чоп говорит, мы сюда не есть и пить приехали, мы сначала будем торговать. Говорит он, открывает тенты на двух других машинах и вы видите, что они полные автоматического оружия. Плюс там даже тяжелое, типа там минометов каких-то и прочего. Все черви заинтересованно скапливаются рукой машины. Вот этот, пока Чоп начинает всем представление, как такое обычное каме-вейджорский, он кричит, смотрите, какие там стволы и так далее и тому подобное. В общем, очень такая воодушевленная речь. А потом говорит, и вишенка на торте, говорит он, и подзывает Джека с Волковым. Идем. А вы подходите, и он так театральным жестом говорит, типа, тадам, показывает на этот вот. Металлический ящик. Человек в белом, который похож на бандита, а сейчас, видимо, является старейшиной этого поселения, смотрит вопросительно на ящик, потом на Чопа. И Чоп говорит, здесь сокрыты знания предыдущих поколений, которые помогут вам выйти на новый уровень жизни на пустошах, а также обрести необходимую силу для того, чтобы не бояться уже вовсе никого, а также расширить свои владения, насколько это вам будет нужно. И дальше он рассказывает о том, что это жесткий диск, который нужно подостренить к компьютеру или отополя, который позволит вам... Содержит Википедию, короче, там, да? Википедию, там, вся прочая херота. То есть знания, собранные вот этими сектантами за многие годы их присутствия на пустошах. Они скачали интернет. И они начинают дальше торговаться, и в конце концов Чоп приходит к той сумме, которая его устраивает. Это у них всю машину загружают, там, какой-то ценной электроникой и прочим, что они нашли тут на пустошах. Плюс ему должны будут отвалить несколько ящиков крышечек, плюс еще пара ящичек в других валютах. Короче, и целый прицепить цистерну, такую машину с цистерной и с бензином. Такая здоровая машина, именно которой, вот как раньше, трейлеры возили, в которых... Боевую фуру. Ну, не боевая, обычная. Вот. И все это будет готово к завтрашнему дню, а сегодня хозяин... Ву, слушай, а в современных реалиях всю вырученную сумму, к чему можно природить? В долларах? Как-то, не знаю. Я думаю, что это можно было природить к нескольким сотням миллионов долларов. То есть он поймал хучу? Ну, может быть, 300 миллионов, где-то так вот. 300 миллионов долларов? Да, ну, как-то так. Ну, на лавочку ему хватит. Ну, да. Очень солидная сумма по местным деньгам. Короче. Нахуй, Анклах. Ты тут, я понял, да? Я сейчас сориенную. Ахрючок. Делаем свой маленький гэшфт. Я таки, да. Таки начинаем свой бизнес, да? Я не думал, таки, господа, что тут такое как бы будет, ну... Вот, и после этого, чем выявляет, что есть у него один план, и в дальнейшем, ну, надеяться на долгосрочное... У меня теперь тоже еще один план есть. В связи с чем, моя бригада из вот этих шестерых бравых человек здесь останется несколько дней, если, конечно, вы не против, говорит он, но никто не против, и соберет подобающую для моей торговли и новых оборотов с вами лавочку. Ну, в общем, все соглашаются с этим, и говорят, что вы здесь можете остаться, вам оставят одну машину, столько, сколько вам нужно. Откроет сеть супермаркетов. Так, стопэ, сейчас. А вас пока всех приглашают там в какой-то зал отобедать, и вы все туда двигаете. Как обычно, садимся обособленно. Давайте, хорошо. А может, допустим, наоборот, с кем-то там пообщаться, просто разузнать, ради интереса, ну, во-первых, с целью, где находимся. В общем, в большом круглом зале, потому что у них все тут круглое, у человека. Сейчас в начале сами посидим. Вы все расставитесь, пока еще с жестким диском, у вас его еще не отцепили, завтра произойдет обмен непосредственный. А тут вообще полно этих гулей, тут расслеживая очередь, где-то черт ходит. А тут случайно соревнуются в кулачных боях. Здесь вообще соревнований нет, Лев. Ну, почти. И вы вообще поражены тому, как они здесь живут, и это совсем не похоже на ту пропаганду, которую вам до этого толкали. Здесь похоже это все на какое-то такое райское изображение жизни из каких-то старых брошюрок. С этих там десятников, сотников, как-то они называются. Баптистов всяких. Короче говоря. То есть здесь у них такой идеал, да, то есть люди все довольные ходят, ссор не слышно, ничего, все занимаются своим делом. Так, термитник, в общем. Но при этом все явно спокойно счастливы, так скажем. Ну, вы вот теперь сели, да, вам подают там какую-то растительную еду, что интересно, никакого мяса вообще нет. То есть все какое-то типа там рагу с какими-то там с лепешками сладкими и так далее. Все растительная пища. Трапезничаем. Растительную пищу, короче, подали, можете есть, да. Отыгрывайте. Почему они не едят мясо? Мы не знаем как бы. Может быть им не нравится, может еще почему-то. Почему-то не едят. Осматриваемся, зал видим там, людей сколько примерно. Или что-то. Людей около сотни в зале. Такая общая зала для трапез, похоже. Все в одинаковых одеждах, все лысенькие. Все в одинаковых белом, да, все лысые. Только по цвету разные. Видно, что у всех разное прошлое. Кто-то там шрама, кто-то там более накачанное, кто-то менее. Кто-то в разной возрасте. Они едят тоже с улыбками, да? Да, они едят так время от времени, переглядываясь друг с другом. И судя по всему, именно из-за того, что вы здесь, они иногда переходят на словесное общение. А, они между собой общаются, да, тоже? Ну да, так. Довольно-таки просто. А рядом с нами есть кто-нибудь из них? Ну, недалеко сидят, да? Ну, я так чуть-чуть подсовываюсь, и... А это больно было? Что, спрашивает он? Познать вашу веру. Первый раз познать вашу веру, да? Первый раз больно. Немного необычно, но нет, не больно. А теперь какие у вас чувства? Чувства? Ну, или что, как вы это себя расцениваете? Вы часть чего-то, или вы сами по себе? Мы есть одно. Вы есть... Мы есть Борг. А вы это... Ну, это черви, да, я так понимаю? Или как? Нет, мы симбиоз, мы содружество, говорит он. А вам неприятно, когда вас черви называют? Ну, чтоб не было никаких там... Называйте, как хотите. Это, может быть, вам неприятно, когда вас как-то называют. Высший разум-то должен это понимать, это же... Ну, мало ли. Я все равно, я же глупый, мне надо. Мне надо расспорить, просто интересно. А что делаете вообще, вот, кроме как выращиваете, я так понял, растительную пищу? Стараемся улучшить условия жизни для членов нашего симбионта, для людей. Стараемся улучшить жизнь для всех окружающих людей, чтобы не было войн, расприй. Стараемся наладить жизнь из тех, кто даже не принадлежит нашему сообществу, чтобы они не мешали нам жить своими распрями. Ну, а в идеале конечная цель, то есть, чтобы мир во всем мире... Мир и развитие. Развитие в плане, вы хотите... Сделать всех счастливыми и довольными. Короче, это трансгуманизм в степени... Но они не технические, они явно хотят... У них очень гуманитарное такое направление, если можно сказать гуманитарное. Типа тупорылый, короче. Тупо счастье, да? Да нет, шучу. Нет, это не важно. Все равно, то есть, этот... Как он называется? Высшая точка трансгуманизма, когда люди объединяются в один разум. Ну, вот это типа... А в недалеком будущем у вас будет, так сказать, ваши обряды? Можно на них будет посмотреть? Пока у нас нет желающих вступить. И тех, кого мы пленили, тоже нет. Блин, кого-то надо запрячивать. Ну, потому что, как мы проберемся-то к этой норке, куда закинуть надо в баночку? Да я смотрю, у нас есть один заинтересованный. А вы принимаете всех, да? Вам без разницы, какой у человека был раньше? Только из них и желание. А возрастные ограничения? Нет. А гули вы можете превращать? Не все организмы принимают, к сожалению. Но большинство принимает. А гули? Гули нет, к сожалению. К сожалению. Они, к сожалению, лишены счастья присоединиться к гнезду. Нам очень жалко их. И мы готовы всячески помочь другими способами. А у тебя есть имя? Нет. Нет? Ну ладно. Ну, малый. Я хотел контакт, но ладно. Не используют они имена. Явно. Ну, малый, приятный аппетит. И отцовываюсь. Да, он тебя благодарит и желает тебе того же. Я говорю так. Парни. Есть у меня мнение, что за Чопом нужно проследить. И, честно говоря, я думаю, что так лучше всего вошел с ним я. Поэтому мне придется за ним следить. Я уже знаю, что кто-то собрался Чопа чикнуть. Кто не собрался Чопа чикнуть. Позаботиться о Чопе наш друг. А рядом же Джек сидит. Нет, нет, нет. Нет. Я же говорю, я просто отправлюсь с Чопом. Я просто отправлюсь с Чопом. А вам придется здесь действовать самостоятельно. Я надеюсь на вас. А дело в том, что он слишком много знает. Но при этом все еще пока что несет для нас некоторую пользу. И я постараюсь всячески повлиять для того, чтобы вернуться сюда. По истечению нашего задания. Так что я постараюсь сейчас уехать с ним, а вас оставить здесь. Передать вам все необходимое для того, чтобы вы завершили задание. Короче, такой с деньгами уедет. Давайте, ребята. Я устал, я ухожу. Раскрыли. Одно скажем к червям. Это шпионы. Надо их кокнуть. Они не против. Они петят к червям. Вы их не слушаете. Они под кайфом. Я ничего не говорю. Что ты еще, знаешь, придумываешь? У нас новый ЧОП, да, ребят? В команде ЧОП-2. ЧОП-2. Партнер. Партнер. А что ты решишься партнером? Нет, я просто должен за ним проследить. Для того, чтобы он сейчас просто съебет. Он получил все. Такой и был план вроде, нет? Такой и был вроде план. Получает 100% поезжает. Да, получает нас везвляет и уходит все. Разве нет? Что-то он просто на бутылке собрался еще. Командовый, я прослежу. Че вы? Давайте я прослежу. А вы здесь, вы на командовании. Давайте Марину оставьте. Пусть он здесь стругается. А вы пока иди, 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 иди. Последите. Слишком опасно. Слишком опасно. Нет, командование должно быть в безопасности. Вы здесь будете как раз вот вообще как у бога запасов. А мне не жалко. Я всего лишь доктор болтливый. Мне надо как бы расход. Я понимаю киса, но это приказ. Че-то подозрительно. Че-то подозрительно. Ага. Извините, у нас новый план. В каких условиях командования можно пишет в командовании? Напоминаю, что Джек у вас в компании представляет все-таки интересы Чопа, да и потом ему там процент неслабль полагается. Тут такая камера в бок от Волкова. Извините, у нас новый план? Надавки все забыли, что сидят. Ой. Глент, ты пи. Подожди. Джек спросил. Джек спросил. Отвечайте. Кто у вас там? Смелый. В смысле, у нас новый план? Ты здесь вообще кто такой? Че ты в сценарем заре находишь? Я обеспечиваю безопасность груза Джека. То есть Чопа. Ну вот, груз на месте. Че тебе не устраивает? Меня не устраивает его относительная небезопасность. Если вы начнете бегать, ну, сами понимаете, твои всякие дела, то договоренность может быть легко разрушена раньше, чем оно закончится. Слушай, а он уже договор заключил. Мне как раз таки интересно, чтобы... Не, не, не. Я понимаю, что завтра все закончится. Сегодня еще рано как-то. В смысле, он уже договорился? Договорился, договорился. Но, как и любой от покупки, он заканчивается передачей денег и передачей товара. То есть товар пока... Контракт. Контракт, да. Ай, какой ты молодец и экономист. Просто журналов начитался. Слушай сюда. Дело в том, что я совершенно, как бы, ну, отношения вот на данный момент, в отличие от нашего друга Бена и тебя, к этому товару сейчас отношения не имею непосредственно в плане наручников. Если ты понимаешь, о чем я. Я очень хорошо понимаю, о чем ты. Ну вот. Поэтому я могу отсюда уйти. Вот Бен отсюда уйти не может. Почему не могу? Мне кажется, может, да. Он чуть-чуть сильнее просто дернет и с рукой уйти отручишься. Он же гниляк. Гнильяк. Не, ну, конечно, если он отсюда уйдет, то... Это немножко, ну, нарушит условия контракта. Ведь он уйдет отсюда и вместе с тобой, и вместе с товаром. Ну вот. А об то я и говорю. Ну так а в чем тебе напрягает уход мой? Если я правильно понял, в последние два дня, то ты здесь командир. Поправь меня. И? И? Я могу переложить сейчас свое командование в стратегических целях на кого-то из... Ну, если я правильно помню, Чоп договорился именно с тобой, так что... Ты, подожди, я не совсем понял, ты что в залупу лезешь? Я просто спрашиваю, у нас заменились планы или как? У нас, может быть, изменились. У тебя они не изменились. Мы и ты, это разные люди, понимаешь? Ну, пока еще вместе, да. Ну, нет. Ты просто сюда, ну, как пиявка прикован... Чоп может то же самое тебе сказать. Что как только контракт совершится, то как бы разные компании. Естественно, да. Как только мы все расходимся, то... То, что мне скажет Чоп, это уже другое дело. Ладно, хорошо, иди с Чопом, говори. Ты типа сейчас самый нормальный вариант тебе встать и уйти на эту ночь. Иди говорить с Чопом. Бросил свою команду. Окей, хорошо, я сейчас разворачиваюсь, ухожу. Хорошо, ты пока уходишь. Если вы тут сами хотите поговорить без командира, то можете поговорить, да, пожалуйста. Я чуть-чуть обратно к тому человеку, с кем я общался. Давай. С белоголовым. И так, как я говорю... Белодерзный. Белодерзный. А животных вы превращаете? Нет, животные неразумны. С ними нельзя поддерживать симбиоз. А скажите, а сколько вы живете примерно? Ну, жизненный цикл. Столько, сколько живет тело. А потом? Потом мы можем пересесть. Новое подходящее тело. Так вы бессмертны! Нет, мы живем по человеческим меркам несколько жизней. Может быть, 200-300 лет. А как вы размножаетесь? Ну, в плане вот этих вот червячочек. Бассейн. Я же доктор. Что такое бассейн? Бассейн, где плавают наши еще не выросшие осами. Также они составляют центр каждого поселения. А откуда вот эти вот... Являются основным связующим звеном для всех остальных. И откуда они берутся? Тем временем, я Дженнифер... Ну, это, короче, ты... Сейчас, сейчас, сейчас. Он тебе рассказывает... Он тебе рассказывает про этот цикл, что там плавают самые маленькие и самые старшие. Маленькие, самые еще... Маленькие самые, они еще не размножаются, их потом сажают. Он проходит долгий-долгий жизненный цикл. И когда ему остается до смерти уже несколько лет, или, может быть, несколько десятков лет, он переходит снова в этот бассейн и тогда начинает размножаться. Просто понимаете, в чем дело? Я, как бы, ну, как бы немножко в медицине-то разбираюсь. Мне очень интересно для себя, для, так сказать, познания... Ну, вы понимаете, человек... Мы несовершенны. Это вы, там, раса умная. Мы должны как-нибудь совершенствоваться в течение всей жизни. Мне просто безумно интересно посмотреть, что вы такое, как бы, ни в каких... Что у тебя там на убалтывание-то? Давай прокинем. Ух ты. А то мы даже кубики сегодня не кидали. Впервые сейчас я заволновал, Саш. Так, сколько разговоров? Чтобы был шанс не прокинуть, понимаешь? То есть ты хочешь говорить, чтобы тебя провели-то показали, да? Да, просто реально... Я вот так вот слушаю. Нормально. Он говорит, да, конечно, ваш интерес похвален. Почему 65? 85 же. Не, он же... Снимал трейд, хотя, в общем-то, это не... Ваш интерес похвален, говорит он. Конечно, мы вам покажем. Можно, да? А, слушайте, а когда мне вот... Прямо сейчас, пожалуйста. Прямо сейчас? Так, подожди, у кого баночка? Я на эти вспомню. Я передал банку вам, когда уходил. А у тебя была банка, да? Какая разница? На сумке там. Ну пусть у Лема она будет хорошо. Пусть сумка у Лема будет хорошо. Мы на Лема повесим. Товарищ, коллега. Взять товарища. Коллега, вы не хотите вот понаблюдать за очень интересным экземпляром? Ну, если можно. Я считаю, это бесценный опыт. Вас провести прямо сейчас, спрашивает этот человек? Ну, блин, что мы сейчас будем делать? Только вас двоих, не больше. Мальки не любят суеты. Тогда, ну, хорошо, я уходя, прошу все-таки, Дженнифер, позаботиться о безопасности командира. И пальцем через горло проводишь? Нет, нет, пока просто позаботиться о безопасности командира. Вы вместе с сумкой идете, да, туда, с этой, с отравой? Конечно. Они обыскать могут, если что. Что это такое? И все. Пока еще ничего не произошло. Забелые жидкие. В этом банте что? Вот напомните мне, там какая-то отрава для человека, она отрава? Ну, это. Неизвестно, что это так. Неизвестно. Вам не говорили, насколько она отрава. Не знаю, это не. Но на червей действует должно. У меня есть одна идея, она... Пронести во рту. Ты не озвучиваешь раньше времени. Да, у меня есть не очень идея, как это можно сделать. Но, как бы, умру ли я от этого? Не хотелось. Думай, давай, доктор, кинь на интеллект. Нет, интеллект тут не сработает, тут чисто случай. На лак. Кстати, по дачу, догадаюсь ли я... Нет, так нельзя. Ладно. Господи, пойдем. Догадаться ты не сможешь. Ну так все, с банкой идти, это как-то... Палевно, да? Палевно, очень. Ну, почему она большая сильно? Ну, я думаю, не маленькая. Это колба такая, как пол-литровая бутылка. У тебя еще проблема не возникла, ты уже решаешь. Как пол-литровая бутылка примерно, это колба. Да, господи, под куртку засунуло, и все. Хочешь ректально. И кто вас там не обыскивает? Да, а нам вообще как задание, да, ну, вот в этом... Как в банку вылить? Или там каплю надо, как они говорили-то? Просто налить. А сколько? Чего? Налить и размешать. По вкусу. Тебе рецепт нужен? По вкусу. Да, просто в банку кто-то выкинь. Надо уже... Чего засуетились? Нас сейчас туда... Будем на месте решать. Сейчас всех положат, да? Банка закрыта крышкой, если что, сразу. Ну, и в сумке ж наверняка еще какие-то банки есть. Ну, наверняка, да, там лекарства у тебя. С мочой там еще. Ну, да. Идите, идите. Ехали долго, да, с мочой банки. Идем. Мы вдвоем пошли, да? Вам сопровождение... Вот этот человек, вам сопровождение из двух вооруженных присоединяется. Насколько вооружен? Ну, два с автоматами. Вас ведут в центральной площади, видите, там стол. В общем, те, кто смотрели первую часть, знают. Там алтарь большой, на котором, видимо, происходит посвящение. А за ним большое куполообразное здание. Вход, в которое охраняют два человека. Они подходят, вас пропускают. А внутри только мы втроем сейчас... Внутри полутьма и такая влажность. И сзади там горят какие-то факела. А по центру, видите, в таком мозаичном кругу вода, которая кишит этими черными телами. Я такой полушепотом. А они чувствуют, что мы здесь? Конечно. Обалдеть. Если вы попытаетесь замолчать и настроиться, вы даже почувствуете их мысль. Я закрываю глаза. Ты сначала чувствуешь слабое прикосновение, потом сильнее. Ты чувствуешь, как будто бы что-то с интересом смотрит на тебя такими любопытными глазами. Ну, только умственный взгляд. А какова диспозиция у нас? Великолепно. Сейчас с вами прочитаю твои мысли и узнаю, что... Вот я о том же подумала, да. Я думаю о траве. Сколько народу вашего? Потом ты слышишь... Нет, ну сейчас это быстро происходит. Это как бы вы не успели среагировать. Сейчас, подождите, дайте им пообщаться. Этот разум говорит тебе, мы приветствуем тебя, человек. Я в шоке такой. Я аж ёпт. Это всё очень быстро происходит. Это буквально в паре секунд, это дальше ещё будет развиваться. Ты можешь им ответить или замолчать. Первое, выставили, таблетки подействовали? Ну, я такой про себя... Здрасте. Здрасте. Я в шоке немножко. Я ж такого ещё не очень чел. Я так просто на будущее. Чан открытый. Да-да, открытый Чан. С чем ты пришёл спрашивать? Ты чувствуешь, что этот разум... Что этот голос состоит как будто бы из тысячи разных голосов. Какие-то из них совсем детские, какие-то более взрослые. Это твой разум так интерпретировал, скажем так. Я чувствую, что в воздухе я чувствую, что в воде. Вокруг меня что-то летает и спрашивает. Нет, это у тебя в мозгу такой голос, как будто бы звук. Это скорее на звук похоже, чем на видение. Меня терзает интерес. К вам. Прояви его. В плане... Он пытается тебе иначе это перефразировать. Спрашивай. Кто вы? Ладно, так, начнём сдалека. Он тебе сначала говорит мы, а потом показывает картинку, как эти черви были сначала какой-то экспериментальной мутацией, которые призваны для того, чтобы паразитировать. Потом из-за радиации стали развиваться. Потом они стали работать... Сначала они порабощали полностью людей, потом полностью от этого отказались и решили, что сотрудничество – это то, что необходимо для счастливой и гармоничной жизни. И в итоге они вот пришли к такому виду, которому они сейчас сохраняются. В котором они сейчас сохраняются. Это вид вот этих вот червей. Причём на периферии ты чувствуешь мысль, что есть и другие черви, что это не одиночная мутация. И ты также видишь другие гнёзда. Чёрные, красные. И все они... И везде они находятся. Ты не видишь, где они находятся. Знаешь только, что они есть. Вот эти вот чёрные – это те, кто пошли по пути насилия. Красные – те, кто пошли по пути полного порабощения. Вот. И, короче говоря, это только белое гнездо. Оно пошло по пути гармонии с окружающим. Внутри меня – это так просто. Внутри меня начинает что-то ломаться, и я не очень хочу уже их убивать. Это тебе вот как бы показывает всё вот это. Вот они, то есть, пошли по такому пути, что даже решили не убивать живое, если оно не грозит им, или если оно не причинило им вреда. А вы считаете людей своими прародителями? Это абсолютно не прародители. Ты понимаешь, что люди – это параллельный вид, который может жить вместе с этим и взаимно друг друга дополнять. Ну, благодаря людям вы появились, грубо говоря. Ну, отчасти, да. Но не благодаря случайности, как и люди, благодаря какой-то мутации. Узнай о чёрных и красных, господи. А как вы относитесь к другим червям? Чёрным, красным? Они стараются не пересекаться. Ну, то есть, вот этими своими ареалами влияния и мыслей. Потому что они слишком различны. То есть, конфликты всё-таки бывают? Нет, пока места хватает всем. Пока. Так, что ещё спросите? Реально, если так интересно, что-нибудь узнать. У меня просто вопрос к Левингу. Ты собираешься сейчас что-нибудь там кидать? Да, ты подожди, ты не можешь спросить об этом. Нет, мне, ну ладно. Ты не знаешь, собирается он что-то кидать. У тебя контакт. Я в Астрале, да. Да, это всё ещё вот эта вот секунда одна прошла вашего разговора. Ты так немножко погрузился в себя. Хочешь присоединиться, спрашивает тебя этот? Ну, то есть, он тебе показывает, не хочешь ли ты стать частью. А я не потеряю себя, присоединившись к вам? Ты приобретёшь других, говорит он. Но себя потеряю. Настолько, насколько захочешь потерять. А могу я быть частью вас, не вступая к вам? Демо-версия? Демо-версия. Демка есть. Ты сейчас уже часть нас, и он на тебя обрушивает всю информацию. То есть, он тебе показывает, что такое быть частью гнезда. Ты вдруг понимаешь, что ты чувствуешь каждого из здесь присутствующих. Ты не то чтобы обменившись этими мыслями, ты становишься одним большим организмом, которому не нужно особо говорить. То есть, ты становишься супер-человеком. Сверх-человеком. Меня что-то очень сильно, я не способен воспринимать... Эта штука сразу от тебя уходит. Остановись. Спасибо, такой великий разум. Он замолкает, и всё, это прошло где-то две секунды. Я такой, фу. Поэтому я и ушёл. Банни слабовольный. Он боялся обратиться. Он боялся влюбиться в него. Я просто на самом деле... Не как персонаж, а как игрок. Я бы сказал, да, конечно, давай, нахуй надо всё-таки. Не, меня просто... Существование дебильное. Давай, конечно. Новая ступень эволюции. Давай. Не, ну по сути, меня так как учёного это заинтересовало. Но ты выяснил сейчас практически всё, от чего мог узнать об этом. А тем временем я не знаю ни о чём это. Я тяну руку в секунду. Движусь. Тянется рука к феймингу. Постой. Лев, он тебя останавливает. Не, ну скажи, постой, брат. Тебя так накрыло серьёзно? Не брат, ну хорошо. Мы сейчас втроём, да, в этой комнате? Вы сейчас в пятером. Два вооружённых, один, который вас привёл, и вы двое. Но они все на нас смотрят, да? Они рядом с вами, да, находятся. Удовлетворено ли ваше любопытство, спрашивает тот, который вас привёл? Сейчас, подожди. Я беру левинга за руку и... А можно посмотреть поближе? Ближе не нужно, говорит он. Вы побеспокоите, мальков. А на сколько я близко стою? Ты метр в десяти где-то. Трёхочковый, не? Нет. Это так. Не, подожди, ты в принципе можешь кинуть. Какая там формула метания? Меня маловато. Может промахнуться. Чё маловато? Там ведь от силы идёт. Это будет спейспам, просит. Это будет фиаско, вас тогда обратят в 100%. Ну, полтосик, ну это маловато. Хотя, ну вообще-то... Хотя, вообще-то полтосик, в моём случае, в моём случае, это 70, потому что бутылка одноручная. Тебе нужно метать открытую уже, это сложнее. У меня модификаторы отрицательные. Будут развызгиваться. Во время обращения... Нет, он же не вровень с полом. Он с небольшой возвышенностью. Тебе нужно попасть туда. У тебя там будет лететь такая, знаешь, струя. Ву, а во время обращения нас поближе подведут? Во время обращения будет на площади. Да, на площади всё запрещено. У нас принесут малька, я думаю, что ли? Да, одного приносят. Одного приносят. А на площади кто? Все. И чё? А внутри кто? Никого. Охрана-то, очевидно, всегда здесь. Ну, охрану что? И всё. Можно и сейчас больше устроить. Короче, вы не можете... Прочайте методейм, слышите? Вы этого не можете обсудить. Я потихоньку как-то пытаюсь двигаться вперёд. Он тебя преграждает путь, руку тебе кладёт на грудь. Говорит, не сступайте дальше, вы беспокоитесь. А сколько я продвинулся? Ну, ты на метр, может, прошёл. Может, всё-таки, давайте я буду этим. Я в бровольце, а вы там сделаете операцию. Ну, вы спасёте меня между делом, если чё. Да подожди ты методеймить, вы же заколебали, честное слово. Я говорю... Я сейчас штраф положу. Короче, вас вывели, всё. Ну, да, да. Ну, потому что слишком много методейма. Ну, ты бы не докинул. Вас вывели, и этот товарищ сказал, что он вам очень благодарен за ваше любопытство, и отошёл. Вы теперь вдвоём стоите у входа. Я вот кстати. Там два вооружённых человека. Ты, наверное, можешь спросить, что он там увидел, может быть? Ты не понимаешь, что я видел, я видел, это одно целое. Они существо, они живое, они... Я бы не помню. Соберись, тряпка. Естественно. Ну, естественно. А вот они бы не били, я-то... Хорошо, ладно, давайте это пропустим пока. Сейчас мы ещё посмотрим разговор Баги и Чопа. Что-то серия у нас затянулась уже, да? И закончим серию сегодня. Баги, ты нашёл Чопа? Или на следующую хочешь оставить? Я думаю, на следующую оставлю. Хорошо, тогда на этом и закончим сегодня. Спасибо большое, что смотрели. С вами была Марина. Пока. Баги. Жека Дрожа. Андрей Волков. Сибирский Лемминг. И Палыч в роли себя самого здесь практически живьём. Извините, я хотел, правда. Ну и братья Слу, конечно же. Живите долго, процветайте. Смотрите совсем скоро уже новые серии. Всем пока. Пока.